Здравствуйте! С вами программа «Городские встречи» и я, Марина Комиссарова, и сегодня в нашей студии Наталья Пивоварова, начальник отдела по делам некоммерческих организаций управления Минюста Российской Федерации Паризанской области. Здравствуйте, Наталья Сергеевна! Здравствуйте! Сегодня у нас такая интересная тема для беседы – это социально ориентированные некоммерческие организации. Что это вообще такое? Социально ориентированные некоммерческие организации получили свой статус в 2010 году. Это организации, которые созданы в предусмотренных законодательствах формах, кроме государственных корпораций, государственных компаний, а также общественных объединений, являющихся политическими партиями, которые осуществляют свою деятельность по решению проблем в социальных сферах и формировании гражданского общества в Российской Федерации, а также осуществляющие виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона номер 7 о некоммерческих организациях. Это такие виды деятельности, как социальное обслуживание, социальная поддержка, защита граждан, подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, окружающей среды, профилактика социально опасных форм поведения граждан, деятельность в области образования, науки, культуры, искусства, развития междунационального сотрудничества, деятельность в сфере военно-патриотического воспитания, проведение поисковой работы, направленное на выявление неизвестных воинских захоронений, участие в профилактике тушения пожаров, социально-культурной адаптации мигрантов, мероприятия медицинской реабилитации, социальной реабилитации трудовых интеграций лиц, содействие повышению мобильности трудовых ресурсов и увековечивание памяти жертв политических репрессий. Данные социально-ориентированные некоммерческие организации непосредственно имеют у государства возможность получать субсидии. В Рязанской области ведется такой реестр таких некоммерческих организаций в настоящий момент Министерством территориальных образований и общественных объединений. Сейчас, на данный момент, в этом реестре около 40 некоммерческих организаций. Также они имеют право получать гранты с федерального бюджета. Этот реестр ведет Министерство экономического развития Российской Федерации, уже это деньги из федерального бюджета. В 2016 году было вынесено законодателями несколько актов о том, что вводится новое понятие социально-ориентированных некоммерческих организаций, которые являются исполнителями общественно полезных услуг. В своем послании президент в декабре 2016 года Федеральному собранию указал на то, что необходимо модернизировать, активизировать, придавать новый импульс работе в сфере социального обслуживания. И путем решения этого вопроса выделили как раз некоммерческие организации, которым будет дана возможность наряду с государственными организациями исполнять непосредственно вот эти общественно полезные услуги. Значит, да, определение, это социально-ориентированная некоммерческая организация, исполняющая общественно полезные услуги. Это некоммерческая организация, которая более года, год и более уже надлежащим образом качественно выполняет свои общественно полезные услуги. Не является некоммерческой организацией, исполняющей функции иностранного агента и не имеющая задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам Российской Федерации. Непосредственно реестр этих некоммерческих организаций возложено введение в Министерство юстиции Российской Федерации. Что есть общественно полезные услуги, о которых мы с вами говорим? Общественно полезные услуги, они конкретно перечислены в постановлении правительства 10.96. Это 10.96 от 27 октября 2016 года. Это предоставление социального обслуживания на дому, а также в полустационарной форме, содействие в вопросах трудоустройства молодежи, матерей с детьми, инвалидов, лиц, вернувшихся с места лишения свободы, социальная помощь, социальное сопровождение детей инвалидов, граждан пожилого возраста, профилактика безнадзорности, правонарушения несовершеннолетних, профилактика социального сиротства, социальная адаптация семейного устройства детей, оставшихся без печени родителей, организацию отдыха, оздоровления детей, дошкольного общеобразовательного дополнительного образования детей, профилактика социально значимых заболеваний, курение, алкоголизм, наркомании, также медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, лиц, нуждающихся в медицинской постоянной помощи, также медико-социальной реабилитации лиц с алкогольно-наркотической и иной токсической зависимостью, физическая культура, массовая спорта и пропаганда здорового образа жизни. А чем интересно некоммерческим организациям попасть в такой реестр, чтобы выполнять эти общественные полезные работы? Что это дает организации? Организации, которые будут признаны такими социально ориентированными коммерческими организациями, выполняющими определенные услуги, будет дана возможность получения субсидий из различных бюджетов Российской Федерации. Также они будут иметь возможность пользоваться бесплатно средствами массовой информации. И государство будет обеспечивать курсы для обучения сотрудников, участников, волонтеров непосредственно, которые будут оказывать эти общественные полезные услуги. А можно ли привести примеры таких некоммерческих организаций, какие-то назвать конкретно для того, чтобы понимание возникло у телезрителей, что это за организация, конкретно в нашем городе или в нашей области? Дело в том, что в настоящий момент еще законодательство находится в разработке, и пока такой реестр еще не начат, его еще только будут создавать. Есть ряд условий для таких некоммерческих организаций для того, чтобы войти в этот реестр. Можно их перечислить? Да. Значит, необходимо получить заключение об оценке качества оказываемых услуг у федеральных органов исполнительной власти. Вот непосредственно в постановлении правительства 1096 как раз указана перечень категории качества оценки таких услуг, каким образом они будут оцениваться, какие организации, какие федеральные органы исполнительной власти, за какой услуги будут давать определенное заключение. И необходимо обратиться в эти органы с заявлением об оказании такой услуги. После того, как они получат заключение, положительный результат, организациям необходимо обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации или его территориальные образования с заявлением о том, чтобы их признали непосредственно такими организациями. Нужно будет обязательно предъявить заявление по определенной форме, которая также установлена этим постановлением 1096, и заключением федерального органа. Такие органы – это Министерство труда, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзор, Министерство образования. По определенной услуге непосредственно определенным законодателям, в какой непосредственно федеральный орган необходимо будет обратиться. Если необходимо будет обратиться в несколько федеральных органов, так как организация может осуществлять услуги, несколько номинований, услуг, направлений, то необходимо будет обратиться в один из органов, а уже этот федеральный орган сам уже будет обращаться в следующие инстанции для того, чтобы выдать одно заключение, и необходимо будет организации одно заключение для того, чтобы подать документы в Министерство юстиции Российской Федерации. Также необходимым условием для того, чтобы организация вступила в данный реестр, необходимо, чтобы в уставе некоммерческой организации обязательно было указано, что одним из видов деятельности этой организации как раз одно из наименований – перечня общественно полезных услуг. Если этого непосредственно вида деятельности в уставе нет, то организация необходимо будет внести изменения в данный устав. Также, если организация включена в реестр некоммерческих организаций, исполняющих функции иностранного агента, также Министерство юстиции откажет признание. А что значит функция иностранного агента? Пример приведите, пожалуйста. Есть тоже такое понятие – некоммерческая организация, исполняющая функции иностранного агента. Это тоже Министерство юстиции ведет такой соответствующий реестр. Данный реестр размещен на открытом сайте Министерства юстиции, каждый может с ним ознакомиться. Значит, это организации, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью в Российской Федерации. То есть это российские организации, которые вот таким образом тоже проводится определенная проверка, в результате которой вносятся распоряжения, и Министерством юстиции вносятся такие вот организации в такой соответствующий реестр. У любого законодательного акта есть какая-то база, на основании чего принят тот или иной закон, законопроект. И вот мы сейчас говорим о социально-ориентированных некоммерческих организациях. В чем необходимость вообще была затрагивать законодательно вот эту сферу жизнедеятельности? Ну, как... Откуда растут истории, стоки? Зачем это все? В свете того, что в стране достаточно много у нас проблем в социальной сфере, вот непосредственно есть необходимость того, чтобы вот именно и эта сфера каким-то образом начала работать с новой силой. Потому что вот много у нас как раз людей, которые нуждаются в социальной поддержке, в социальной помощи, много там одиноких людей пожилого возраста, инвалидов. А также людей, у которых есть заболевания, там, алкогольной, наркозависимостью и так далее. Это очень такое серьезные проблемы в государстве, да не только и в нашем, и в любом государстве. Вот поэтому законодатели, в том числе и в первую очередь президент, избрал вот таким главным вопросом, вот в 2016 году дал задание законодателям, чтобы вот непосредственно разработали такие законопроекты, и чтобы вдохнуть новую жизнь вот в эту сферу. Так как государство в первую очередь должно заботиться о гражданах, о том, чтобы у них улучшалось качество жизни, чтобы была доступная сфера и в здравоохранении, и в образовании, и в других направлениях деятельности. Поэтому вот и возникла такая необходимость, в том числе, что в некоторых, может быть, даже по некоторым услугам вообще некоммерческие организации заменят, государственные организации по оказанию таких услуг. Так как действительно, когда есть конкуренция, когда есть здоровый конкурс между организациями, то и здесь действительно... И качество оказания сферы получаются. Да, мы ожидаем то, что действительно для граждан это будет положительный результат. Результат эффективный. На этом предлагаю завершить нашу беседу. Спасибо, Наталья Сергеевна, что пришли к нам в студию, разъяснили все. С вами была программа «Городские встречи». Я прощаюсь до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова